Господь, руками я отнял, не тот народа моего, и зла вам не сделать, говорит Господь. Прочитайте внимательно то, что было с Моисеем, какая ему возможность предстояла. И написано, захотел лучше страдать с народом Божим, нежели иметь временное и греховное наслаждение, говорит Господь. И отказался, говорит Господь. Так или перед вами будет выбор, хотя не перед всема, некоторым будет возможность удалиться за пределы этой страны. И вы скажете, как при таких законах, я знаю, о чем говорит Дух Святой, тогда будет от вас зависеть. Как вам поступить? Будете туда, будете матерами жить спокойно, и сон будет спокойный, и срстваху, и разбогатеете. Останете здесь, нерешены будете в милости своей. Но если удалитесь из этих пределов, то только ушами будете слышать то, что будет здесь делаться. И как человек издали стоит и смотрит, как люди сидят за стулом и пиршествуют, и насыщаются, а он голоден. Так и вы будете слышать, там благодать, там истеряет Господь, там воскрешает. И будете говорить, как жаль, что мы оставили пределы этой земли. Я не лишу милости народа моего, говорит Господь. И не оставлю безблагодати моего и наследия моего в этих пределах. Здесь будут великое чудо совершаться в короткое время, говорит Господь. Но многие, оставшиеся здесь и повершие Слову ему, будут видеть волчую славу мою, говорит Господь. И будут участниками делами, говорит Господь. И некоторые из вас, если поверят, если вы кажутся неверными, будут явления славы моего видения, говорит Господь. И будете свидетелем умеими, говорит Господь. И вы будете своими глазами, как кости скрученные и кривые, будут выправляться. И хромын вскочит, как олень. А глаза слепого будут ясно видеть, говорит Господь. А тот, который был мертв уже не один день, станет живым, подобно тому, который лежал в гробе четыре дня. И многие заслужители, и даже ведущие святила Мирисего, которые имеют высокие титулы и звания в науке и в медицине, скажут, это дело Божье, это не клиническая смерть. Это не то, что мы знаем по медицине. Этого истину Бог воскрешает мертвых. И многие народы признают власть Господнюю, говорит Господь. Хочете видеть это своими глазами? Будьте верны мне, оставайтесь здесь, в этих пределах, говорит Господь. Ибо я буду скоро являть силами и чудеса. На то, что вокруг вас делается, не особенно обращайте внимание. Вы будут охраной моей, говорит Господь. Не вижу от милости своей. Дело моё не остановится. Ни взрывами, ни ракетами, говорит Господь. И никто вам не запретит возвышать истину, говорит Господь. Я готовлю себе кадры, говорит Господь. Я выбираю новое поколение. Тех, которые себя компрометировали и стали недостойными звания. Я устрою, говорит Господь. Одних по старости, иных по болезни. Иных по причине того, что пересидел в другие места. Иных или иными способами задать свои служения. И поставлю достойный, говорит Господь. И не будет две трети, кто голосовал, а одна третья не хотела. Будет угодно всем. Ибо от Духа Святого будут. И будут говорить, как власть имеющая, говорит Господь. И я смотрю на вас, и смотрю на сердца ваших. И хочу с вами иметь дело. И хочу из вас сделать вестников своих, говорит Господь. И дать силу и власть. Будьте готовы к тому, и будьте достойны от того, говорит Господь. Когда за уши позовет, чтобы вас ничего не ввязало, говорит Господь. Как и Елисей. Оставим все и последуем за Господом. Не придется вам идти на долгие годы, говорит Господь. Будете идти, возвращаться, и будете свидетельны дел моих. О, если бы вы приблизились ко мне так, чтобы слышать голос мой, говорит Господь. Как человек, который поступает на службу. И как, говорит сотник, и на весну, говорю, иди, идет. А будь здесь, буду здесь. Если научитесь руководиться моим духом, и моим советом, и будете исполнять мои повеления, я вас буду посылать там, где и опасность, там, где и смерть. И пошлю, и возвращу, и будете говорить людям. Я был там, где разрывы, где смерть. И как ты там и остался жив. Вот так, Силу Божию, и охрану Божию, сохранил меня Господь. Я пошел, сделал дело, засвидетельствовать другим. Некоторые души покаялися. Посылать буду там, где будет смерть, где люди не будут жить, жить, говорит Господь. И нужно им будет сказать весь мой, говорит Господь. И там, где опасность, и там, где люди призывают имя моё. И туда будьте чуткими. Учитесь слышать мой голос, говорит Господь. Исполняйте мои повеления. Я буду давать вам чувства. Буду говорить через откровение. Буду говорить в снах. Разными способами, чтобы вас научить. Водительству моему. Ибо многие только разом уводятся, говорит Господь. И говорят, ну такое мне положилось. А вы будете ясно слышать голос мой. И повеление моё. Не противьтесь, говорит Господь. Не искушайте меня, как Гедеон, говорит. Ну и еще так попробую. И еще так попробую. Ибо в многих случаях будет зависеть вашим обвинением смерти для того человека, говорит Господь. Если я буду посылать, то делайте так, как Иосиф. Когда ему сказал, Анна, встань, бери младенца и беги. И он ночью уже встал и побежал, говорит Господь. Так и вы будьте исполнительными, воли моей, говорит Господь. Не особенно привязывайте к земле. Не будете нуждаться и голодать, говорит Господь. Будут такие возможности, что я буду вас обогащать. Буду давать и работу, и заработок. И будете удивляться и сказать, мало поработал. И такой короткий срок, и сколько заработал я. Это будет Божье благословение. Правильно употребляйте, не на роскох, говорит Господь. Пускайте на дело моё. Будет и вам жить с чего, говорит Господь. По заботчись и о ваших жизнях. Некуда семья будет, говорит Господь. Некуда в таком деле останется. И не будете обижены, ибо короткое время, говорит Господь. То, что будет видеть в ваших глазах, то в вашей дни я сделаю. Умножу спасенных людей. Проявлю мою славу. Вы будете видеть то, что отцы ваши не видели, говорит Господь. То, что вы читаете в Писании. Что было бы не апостолов, что я делал на земле. И вы будете свидетелем великой дел, говорит Господь. Будьте достойными и верными. И вас хочу потреблять на это дело. Освящайтесь, поправляйте вашу жизнь. Читайте моё слово. И будьте достойными при звании. И буду с вами. И не пославлю вас. И преуспеете в деле моем, говорит Дух Святый. Аминь.